Хорошо, тогда мы начинаем. Меня зовут Сукадоев Алексей, сегодня 27 октября 2021 года. Я вещаю сейчас с Арабских Эмиратов, и вот совершенно недавно у нас закончился золотой марафон. Это первый марафон вообще, что касается подобных мероприятий, подобных посещений технопарка в Шарже. То есть я тоже лично в первый раз посетил это место. Все вы прекрасно знаете, что технология Unisky Stream Technologies прошла в недавнем времени сертификацию, были получены все необходимые сертификаты в соответствии в Объединенных Арабских Эмиратах. То есть вот эти фотографии, они действительно казались, знаете, несколько чем-то далеким, что фактически нереально туда попасть, и как будто из другого мира действительно эта вся информация прилетала. И сегодня я постараюсь вам максимально передать свое мнение, то, что я увидел и на Экспо 2020, и мы пообщаемся, как вести себя, либо не вести себя на подобных мероприятиях, на выставках. И вживую, через мою презентацию, я думаю, что вы прочувствуете вот те эмоции, то настроение и то восхищение увиденным вживую. То есть и Unicont увидели, и тропический Unicar, и всю команду тоже, которая работает сейчас в Шарже, на высоком уровне профессионализма, мы также увидели. Кластер линейного города находится, предвосхищая вопросы, я могу сказать, тоже в Шарже, тоже в технопарке, потому что абсолютно неразумно, сегодня я объясню тоже на примере стенда уже серьезных, естественных корпораций, как DeepVault и концепция Hyperloop была представлена. Ну, там совершенно другие маркетинговые бюджеты. У нас с вами это обязательно предстоит. И на самом деле самое важное не выставляться на выставке, а насколько много делегаций будет посещать технопарк в Шарже. Предвосхищая также вопрос, я могу сказать, что это далеко не только делегация с Руанды. Это фактически уже больше семи делегаций посетило технопарк Шарже. Олег Зарецкий все представляет. И вот по поводу этого действительно профессионала и эксперта по продажам вообще на иностранном пространстве и в Арабских Эмиратах под Олегу Зарецкому я хотел сказать бы несколько слов, что у него опыт вообще взаимодействия и продаж на территории Арабских Эмиратов больше 20 лет. И кто будет говорить, что, к примеру, там вот у Олега Зарецкого какое-то произношение английского языка, я могу сказать, с такой энергетикой я не видел человека, когда переводчик не выдерживал именно передавать эмоции, настрой генерального конструктора, создателя Unisky Stream Technologies, который обращался ко всем партнерам, которые приехали. Да, у Анатолия Эдуардовича есть помощник сейчас, есть переводчик, но ту энергию мог передать только Олег Зарецкий. И если Олег Зарецкий сорвал голос, представьте, что происходило вообще в шатре и, в принципе, какую мы информацию получили. Что-то я сегодня скажу, что-то будет обсуждено в кулуарах теми представителями стран, которые уже приедут. Но сегодня точно я расскажу, что своими глазами я уже увидел в Арабских Эмиратах. Сказал бы еще я об выступлении на JITEX Анатолия Эдуардовича Юницкого и одного из иностранцев, итальянец, если не ошибаюсь. То есть он переводил все это также на другой иностранный язык. И в завершении выступления генерального конструктора он сказал, что этот человек гений, и он действительно меняет мир, нужно ему помогать. То есть вот представьте, просто незнакомые люди на серьезных мероприятиях говорит абсолютно то же самое, что мы с вами все и чувствуем. И это одна из нематериальных мотиваций, почему люди присоединяются к проекту и почему новые и новые партнеры начинают инвестировать, либо просто помогать. Давайте начнем с того, что действительно возникло много вопросов по поводу стенда. Во-первых, вот стенд, и он присутствовал, он на время прекращал свое присутствие, так как необходимо было менять экспозицию, и желающих выставиться на белорусском павильоне тоже не так мало. Но есть и негативные факторы, о которых я хотел бы с вами сегодня пообщаться. И представьте, на сегодняшнем этапе кампании, проекта и вообще имиджевого регламента, даже Sky World Community, я могу сказать, что некоторые люди умудряются зачем-то агитировать и пытаться зарегистрировать. Вот представьте, какой бред, насколько нужно быть недалеким человеком прямо на экспо. Независимо от того, другие павильоны, недругие павильоны, этого нельзя делать. Представьте, я такую аналогию очень простую приведу. Вот кто-то приходит покупать в салон Mercedes автомобиль и начинает в него садиться, спрашивает про характеристики. И одновременно тот, кто спрашивает про характеристики, тот, кто смотрит автомобиль, к примеру, будет агитировать за BMW и убеждать консультанта, посетителей купить BMW в салоне Mercedes. Вот в принципе подобная нелепая ситуация, потому что мы находимся в гостях. Во-первых, посещая эту выставку, мы находимся в гостях, так как и у белорусского павильона, когда некоторые увидят, кто попозже приедет, стенд Unisky Stream Technologies, и мы находимся в гостях в Арабских Эмиратах. Поэтому нужно абсолютно этично вести себя и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения донесения информации, понимать, что нужно говорить, а что нет. Здесь, на этом слайде, вы видите, как был представлен стенд. То есть никто не скрывает, что это небольшой по площади стенд, и здесь линейного города нет. Именно вот модели в большом исполнении. Линейный город присутствует в экодоме на территории технопарка Шаржи, как одно из убеждений, что, в принципе, даже если говорить про кластер линейного города, тоже уже все проработано и все готово. Ну и я могу сказать, выставляясь, огромная благодарность, во-первых, белорусскому павильону, что, в принципе, приняли нас. Потому что я видел очень классные, крутые, целые павильоны, например, Саудовской Аравии. Белорусский павильон представлен на высшем уровне в логике современной действительности, в логике полуцифровой действительности. Это действительно классный павильон, который расположен, внимание, просто на первой линии. То есть невозможно, зайдя на экспо, не попасть на белорусский павильон, потому что даже тот, кто устал и тот, кто, к примеру, долго ждал очередь, все равно, так или иначе, после Колумбии он пройдет на белорусский павильон. Представьте, как вообще совпали звезды и насколько нам повезло именно быть на территории белорусского павильона. И, повторюсь, стенд был. Но потом также мы отследим этих людей. Готовьтесь, дорогие друзья. Все было видно в чате, кто писал на белорусский павильон, именно в социальные сети, что как вы можете, вы не выставляете технологию на большей территории, а кто вас просил об этом писать. И те люди, которые нарушали имиджевый регламент, с ними будет проведена беседа с соответствующими специалистами по службе безопасности Sky World Community. Потому что на данном этапе мы просто не имеем права допускать таких ошибок. Представьте, кто-то написал белорусский павильон, даже потом сагитировал других людей. Пожалуйста, будьте разумными и не ведитесь на поводу у тех, кто подстрекает к чему-либо. Пожалуйста, думайте своей головой. И все очень профессиональные, умные, интеллигентные, осознанные инвесторы. Ну, конечно же, когда кто-то подстрекает, сложно устоять. Но я говорю, что вот такие ситуации происходят. Я видел это неоднократно. Я видел это, когда разрабатывалась первая версия блокчейн-платформы, когда еще я имел к этому отношение дело. Я видел, что, в принципе, когда только-только подходила информация, мне лично писали уже с зарезервированными телеграм-каналами под имя блокчейн-платформы и просили выкупить, то есть шантажировали каким-то образом. Мы к этому готовы. Мы к этому, конечно, не хочется привыкать к таким вещам, но мы понимаем, что всякое может произойти. Поэтому, если вдруг это делали наши инвесторы, то ждите, с вами будет серьезный разговор вплоть до блокировки партнерской программы. И, пожалуйста, те, кто в будущем вдруг подумает, а может быть, вот порой, я могу сказать, навязанное добро хуже зла. То есть, да, человек, может быть, хотел сделать добро, помочь, но никто не просил об этом, и сейчас мы находимся на очень серьезном уровне. Итак, напишите, пожалуйста, от 1 до 10, и вообще вот ваши эмоции. Напишите, что вы думаете о тех людях, которые зачем-то писали в социальной сети белорусского павильона, свои мысли. Можно с таким же успехами было оборвать линию, как-то спровоцировать ажиотаж и звонить вообще в администрацию экспо. Может быть, и такие умники нашлись. Но здесь Unitsky Stream Technologies в гостях. А мы, как инвесторы, должны абсолютно понимать, что любой шаг влево, шаг вправо, антирепутационный, может идти абсолютно не на пользу, как нам, всем совладельцам и инвесторам Unitsky Stream Technologies, так и самой компании. Если говорить про Экспо-2020, вкратце мой экскурс, это, знаете, такой вот разгончик перед шаржой. Экспо-2020 вы видите сейчас Hyperloop. Он представлен на павильоне Deep World. И это большой павильон. Там, кто будет присутствовать на Экспо-2020, много шоу, много интерактива. То есть даже можно поиграть пальцами, поперемещать сенсорное, какой товар, груз вы будете перемещать в Hyperloop. Но, к сожалению, это является только игрушкой, представленной на павильоне, на стенде. И даже то, что касается видео, когда происходит посадка в Hyperloop, то не учтены требования необходимой сверхбезопасности, что это фактически как стыковка в открытом космосе, потому что это происходит в фар-вакуумной трубе. И видео, которое я увидел, может быть, на следующих вебинарах я покажу. Я не хочу ничего говорить об конкурентах сверхскоростей. Да, это конкуренты, потому что есть и концепция Hyper-U у Анатолия Эдуардовича. Но мы должны также почитать, что потенциальные партнеры Deep World также сейчас представляют Hyperloop, но в будущем на следующих экспо не исключено, что они будут представлять и другие технологии. И не исключено, что они будут представлять и технологии Unit Skystream Technologies. И на улице был представлен большой стенд, но нельзя было пройти, нельзя было вот как на инотрансе внутри посидеть и вообще понять, что это реальный подвижной состав. Его просто поставить на трассу, и он поедет. Что касается, например, Uniflash или Unilet, как мы его называем в русском варианте, на инотрансе можно было присесть вовнутрь, здесь вовнутрь нельзя было, то есть только со стороны понаблюдать за большой экспозицией грузового Hyperloop. Здесь я не вставил, кстати, фотографии, потому что я могу сказать, что вот только недавно я получил первые фотографии с Шаржи. И уже вот по началу вебинара, не знаю, почему так происходит, но уже вот-вот он должен был начаться, я вставлял фотографии. Здесь вы видите, это стенд китайский. И на самом деле я увидел инновацию, да, некий автомобиль, некий концепт, опять же, внутри посидеть нельзя было, неизвестно, ездит он или нет. Кто-то скажет красивый, кто-то скажет, ну, не на его вкус, Sike Motor представили. Но вот то, что касается китайских железных дорог, я увидел примерно то же самое, что я видел в Екатеринбурге три-четыре года назад на выставке и на пром. То есть это международная выставка, примерно такой же стенд я видел и в виртуальной реальности, ну, не в виртуальной реальности, в виде какого-то симулятора можно было поездить на поезде. Что еще Китай представил? Это, естественно, космос. Все говорили про космос. Пожалуйста, стенд США. Это марсоход, тот, который сделал в недавнем времени, 21 февраля 2021 года, первую панорамную съемку на 360 градусов. Вот это вызывает, наверное, у нас гордость. И все говорят об некой стратегии полета на Марс. Вы знаете, что об этом говорит Маск. И все здесь абсолютно взаимосвязано. Даже зачем-то нужно было было возможностью потрогать лунный камень. То есть, может быть, из-за того, что кто-то не верит, что был совершен полет на Луну. Но, опять же, это решать экспонентам и маркетологам, кто делали тот или иной стенд. Я представляю здесь стенд дубайской инвестиционной компании. То есть, это группа компаний касаемо инвестиционной деятельности. Посмотрите, в какой логике стенд. Это деревянная постройка. Это экология. Когда я зашел на этот стенд, я начал вдыхать пары натурального дерева. Я их прямо прочувствовал. Я прошелся по газончику. То есть, это мечта. Это оазис для Арабских Эмиратов. И все это уже воплощено на самом деле непосредственно в Шарже на технопарке. Сегодня я вам покажу. Вот так это выглядит изнутри. Видите, справа, к примеру, трава. Трава для Арабских Эмиратов это достаточно редкое явление. И закончу экспо 2020. Я действительно хотел найти искусственный интеллект, инновации. Я признаюсь честно, не все обошел стенды. Я обошел где-то, ну, наверное, стендов 12. Примеру, в одной из стран. Какая же это страна была? Сейчас точно не вспомню. Почему-то я увидел Еханг. Хотя это китайская разработка. Это китайский летающий дрон. И он был представлен, знаете, в виде такой небольшой модели. Что касается роботов, я встретил вот таких дружелюбных созданий. И на входе в экспо также с некими сенсорами, визорами перемещался робот. И, видимо, это какой-то охранный робот. Больше, что касаемо искусственного интеллекта, я лично не увидел. Может быть, я еще посещу экспо, обязательно вам передам это на вебинаре. Но больших инноваций я не увидел. Я всем рекомендую к посещению экспо 2020. Это действительно классное мероприятие. И огромная благодарность Арабским Эмиратам за то, что это все создали и привлекли такой интерес вообще от мировой общественности. И люди с разных стран посещают. И поэтому уже фактически больше семи делегаций. Из Бразилии были делегации, помимо Руанды. Это серьезные дипломаты. Это те, кто заинтересовались либо с белорусского павильона, либо они каким-то образом узнали и приехали конкретно с целью посещения технопарка Шарже. Итак, барабанная дробь, фанфары. Вот лидеры, те, кто посетил. Дорогие друзья, это для вас. Вот что дали, то дали. И здесь увидите нашу испанскую команду, Анна Дорош, Наталья Иванова. И они едут в тропическом Юникаре. А почему они едут в тропическом Юникаре? Почему много людей может проехать там абсолютно в лакшери исполнении? Это лучше, чем Роллс-Ройс. Хотя я не сидел в Роллс-Ройсе, но я в люксовых автомобилях тоже находился. И понимаю, о чем говорю, здесь действительно исполнение для шейков. Ничего не потерто, ничего не постарело. И если говорить про перемещение, то абсолютно бесшумное перемещение. И я сравнил это в своей голове с перемещением в парк Винпёрл во Вьетнаме. Это самая длинная, одна из самых длинных трасс фуникулёра в мире. И когда я подвис над водной гладью, так скажем, на фуникулёре, его начало вот так вот раскачивать, я испугался. Здесь у меня была абсолютная уверенность. И знаете, вот я отключился вообще, вот то, что я нахожусь в транспорте, как будто просто я нахожусь действительно в концепции мгновенного перемещения. В голове у меня заиграли фантазии, что я лечу куда-то в страну, в другую. И я думаю, что возможно у других партнёров также заиграли такие мысли, потому что действительно не замечая, что ты едешь в транспорте, это несколько другая концепция вообще перемещения. И ветер был, но чуть-чуть раскачивало Юникар тропически только когда он остановился. Чтобы зайти в Юникар, необходимо чуть-чуть поотдаль стоять внутри самой станции, срабатывают специальные сенсоры для того, чтобы двери не закрылись, чтобы не было такой ситуации, которую мы встречаем в повседневном метро всегда. Кому-то прищемили чемодан, кому-то прищемили рюкзак, кому-то, может быть, руку или ногу прищемят. Внутри станции Юнискайстрин технологис не будет такого, потому что это абсолютно дружелюбный, дружественный транспорт, и он по сути просто не может навредить человеку, потому что это друг человека. Это транспортный андроид, как я его называю. Это дужественный андроид, чего не скажешь о некоторых роботах искусственном интеллекте, которые потенциально могут забрать работу. Посмотрите на эти восторженные взгляды, то есть молодежь здесь также присутствует, в том числе золотая молодежь, я думаю, инфлюенсеры, различные сейчас русскоговорящие возможно будут присоединяться и здесь вы видите такой вот срез поколений. Это суперфото на самом деле, потому что Unicar тропический и следующие уже подвижные составы. А нам рассказали, кстати, что высокоскоростной подвижной состав может быть модульной конструкции, то есть может быть совершенно разной пассажиров вместимости, все зависит от потребности заказчика. И вот это действительно выставочный стенд настоящий. Это максимальная оптимизация расходов, дорогие друзья. И сюда, когда приезжает делегация, она не увидит ни у одной страны мира такую экспозицию и не просто чего-то там макетов, а реальных подвижных составов, реальной транспортной инфраструктуры будущего, которая создается и создана уже в настоящем. И что меня поразило, я даже не ожидал этого увидеть, если честно, это эвакуация. И я видел страх в глазах, потом нам по секрету сказали, что на самом деле это что-то типа проверки, то есть все сотрудники U-Sky U-Transport проходят некую проверку эвакуации, даже человек боится высоты, он должен быть уверен в технологии, это некое проявление приверженности, потому что ничего с человеком не произойдет, здесь эвакуационный специальный трос, он абсолютно предусматривает любую ситуацию. На большой высоте, я могу сказать, была произведена тестовая эвакуация, то есть это имитация, ничего не произошло, троллем я сразу объясняю, ничего не произошло, ничего не сломалось, причем далее также Олег Зарецкий не раз это повторил, то есть все нормально, все в штатной ситуации, это просто имитация, и вы видите, что вот совершенно различные труженики совершали эвакуацию, а именно три или четыре человека перемещались внутри тропического юникара, и вот заметьте, то есть этот человек действительно чувствуется по фотографии, что он боится, что он ухватился ногами, но абсолютно безопасно для всех, я спросил у Олега Зарецкого, с какой высоты может быть совершена эвакуация, он говорит, с любой, я пошутил, спросил даже с тысячи метров, к примеру, если мы горы перемещаемся, он говорит, ну тысяча метров это уже высота несколько авиатранспорта, но в рамках разумного с любой высоты может быть совершена эвакуация, то есть и тут было сказано, а что произойдет, если сломается, к примеру, что-то в самолете, что произойдет, если сломается что-то в поезде, здесь же просто подвижной состав максимум остановится и эвакуация всех пассажиров может быть так или иначе быть совершена. Еще одна фотография, еще одна фотография, посмотрите, какой вид промежуточные опоры стоят и сколько они уже проездов Юникара увидели за свою жизнь, там, соответственно, станция, позади получается смотреть на эту фотографию сервисная станция, мы увидели Юникон вживую перемещался и здесь никто не собирается на 400 метрах разогнать скорость 100-150 километров в час, то есть подобной скорости и то где-то 125 километров в час может быть, но точно я не скажу, потому что не имею такой информации, это мои предположения, возможно, будет развитие на 2400 метров и мы увидели перемещение Юникон даже с усеченным контейнером, но это что-то на грани фантастики, то есть это действительно будущее, когда роботы транспортные перемещают туда-сюда контейнерные перевозки и нет никаких логистических коллапсов и простоев, это какая-то идеальная логистика действительно, но Юскай транспорт действительно приближает мир к этой реальной действительности, и если вот я вам говорил про стенд, инвестиционные группы компаний, который был представлен на экспо 2020 в деревянном исполнении, то внутри эко дома действительно настоящий оазис. Рыбки плавают, птички залетают и поют разноцветные, причем разные птички, и птички летают без проблем при перемещении даже тропического Юникара, Юниконта, никак абсолютно биосфере и экосистеме не вредит подвижной состав. И вот в подобном исполнении может быть вообще логика и стилистика кластеров линейного города. Вы видите, посередине находится нулевой километр, и, конечно же, там на основополагающем месте выделены, так скажем, драгметаллом именно территория Арабских Эмиратов, и все это можно было, мы потерли, как терли когда-то на экотехнопарке на Марьиной горке Беларусь, здесь потерли Арабские Эмираты значок страны, и каждый загадал свое желание. Вот так это выглядит все сверху, и действительно, фактически нереально было получить разрешение на строительство этого дома. Были даже такие вопросы, что из дерева вообще нельзя строить, и только несколько метров каменные ограждения спереди и сзади тогда вот можно строить. Ну, тем не менее, сложнейший проект был реализован, но честно скажу, чтобы не было тоже каких-то вопросов, что здесь с канализацией, с канализацией тут дело обстоит абсолютно обычным образом, потому что если согласовать еще канализацию, чтобы она шла в почву, как на экспериментальных эко-домах на Мэриной горке, ну, тут уже перекраивать несколько законодательства по охране окружающей среды нужно было в Арабских Эмиратах, и так много было сделано уступок, и как не делать уступки, потому что есть концепция у генерального конструктора для того, чтобы из пустыни рождать зеленую территорию с помощью технологии инновационного гумуса. Вы видите, действительно, это оазис, это абсолютно зеленая территория. Это, наверное, один из самых лучших пунктов приема делегации на территории Шаржи, как минимум, а может быть и на территории Арабских Эмиратов. Я как-нибудь на вебинарах обязательно поставлю картинку с визуализацией, как это планировалось, но вот у меня в голове просто срабатывает, я помню картинку компьютерной графики, как это сейчас на деле обстоит. Все заасфальтировано, вы видите, да, нет пока что на 2400 метров путевой структуры, но все в процессе и здесь ожидание только от поставщиков и вы видите еще справа находится трасса, которая будет перемещать грузовые, пассажирские, также тяжелые перевозки. и я могу сказать, что также продемонстрировали ситуацию, когда вот я видел единожды в своей жизни на экофесте на Мариной горке, что один подвижной состав, ну, там два пассажирских подвижных состава, если не ошибаюсь, Юникар был и Юнибус, они подхватывали друг друга, здесь посмотрите, фактически грузовой транспорт подхватывает пассажирский Юникар, который теоретически как будто с ним что-то произошло и он довозит его до ближайшей станции через специальное устройство сцепления, и поэтому не будет никаких проблем доставить до ближайшей станции подвижной состав, вот как это выглядит чуть поближе вы видите позади летает дрон, в профессиональном качестве также будет чуть попозже представлена съемка и видео, и кто-то может сказать, что да, это фото, это все равно компьютерная графика, но видео также будет представлено для тех, кто вдруг сопротивляется реальности и по какой-то причине не верит. Если говорить про станцию, станция, на мой взгляд, сделана высочайшего уровня, высочайшего уровня материалов, кондиционирование, естественно, про сенсоры я говорил ранее, и мы зашли даже в сердце автоматизированной системы управления диспетчерскую. Мне было интересно, а каким образом вообще там все дело обстоит. И диспетчер может как в полуручном режиме, если какая-то нештатная ситуация, он может перемещать подвижные составы, запускать, либо как-то взаимодействовать с ними. Но что меня поразило, то, что операционная система, она уникальна, и она сделана внутри группы компаний UST под конкретные продукты Unisky Stream Technologies, технологии транспорта и инфраструктуры. То есть это мне напомнило логику Apple, когда Apple сделали свою закрытую операционную систему. И я думаю, что вы понимаете, что это закрывает все вопросы безопасности. Я тихонечко спросил у специалиста диспетчера, очень интеллигентный, очень профессиональный технарь, и он ответил, иностранец, естественно, что блокчейн тоже реален к внедрению, и вообще все необходимые сенсоры заложены. Это говорит нам о чем? Что когда появится необходимость делать наполнение, к примеру, токена, именно токена utility применения, то это можно будет все оцифровать. Я думаю, команды просто будут за это соревноваться. Ну и в завершении я вам показываю, как есть, как обстоит, без приукрас, без купюр. Абсолютно откровенный вебинар, то есть зачем что-то говорить, что обстоит не так? Если я вам говорю, что да, есть определенные нюансы некоторых ребят, которые делают угрозу репутации, и возможно из этого даже одной из причин, помимо того, что нужно все-таки менять экспозиции, на белорусском стенде, помимо Unisky Stream Technologies еще другие технологии хотят выставиться, что неразумные действия некоторых партнеров, либо наоборот непартнеров, могут привести к нежелательным последствиям по репутации. Вот так вот это выглядит. Справа вы видите также грузовую трассу, и когда это все видишь, понимаешь, что сколько много было сделано всего лишь за чуть меньше чем два года в другой стране с другими стандартами необходимо было все сертифицировать. И если говорить про проекты, то я хотел бы сказать, пускай картинка будет у нас такая вот издали сверху нулевого километра. нулевой километр действительно идет отсюда. И я задавал вопросы про проекты, я задавал вопросы лично Анатолию Эдуардовичу по трем проектам, о которых он неоднократно говорил, что будут заключены контракты, и Анатолий Эдуардович от своих слов абсолютно не отказывается. И он сказал такую вещь, что многие видели дорожную карту и скай транспорта, то есть это тоже никак не скрывается в открытом доступе, при желании это можно увидеть, и уже мог заключен быть контракт. Но в логике того, что ранее об технологии говорили различные партнеры различным образом из разных абсолютно инвестиционных платформ возникли некие проблемы с репутацией. также начала всплывать Википедия, но это послужило действительно очень мощным подспорьем для того, чтобы сформировать сильнейшее позиционирование. Анатолий Эдуардович показал нам документы с более чем 800 страниц. Представьте, 8 сотен страниц со всеми обоснованиями, со всеми доказательствами, со всеми объяснениями, со всей аргументации по любому техническому, репутационному и другим вопросам от инициаторов адресных проектов. И Анатолий Эдуардович сказал, что он не отказывается от своих слов, что три адреса, как минимум три контракта будет заключено до конца этого года. Но, повторюсь, можно было опережать срок, не ждать конца года, а уже получить заключенные адресные проекты. Какие-то проекты, например, Шаржах, Арфакан тянутся из-за того, что очень сложная территория, горная местность и все это лежит сейчас на согласовании у правителя Шаржи. А вы помните, что в принципе мнение технологии у правителя Шаржи таково, что был переформирован и исправлен генплан и встроена логика технопарка Unisky Stream Technologies на территории вообще инновационного парка Шаржи. И огромная благодарность господину Хусейну правителю Шаржи также за это. И правитель Шаржи сказал, что я просто хочу ехать по дороге и видеть эту прекрасную инновационную технологию, которая меняет мир. И я думаю, что никаких вопросов не должно возникнуть по поводу тех проектов, которые согласует правитель Шаржи. но самое главное, есть абсолютно все ответы по репутации. Хорошо, что эти события произошли, хорошо, что сплыла Википедия и проработано на высшем уровне. И я могу сказать, даже те, кто использует сейчас, пытаются использовать бренд в некоторой в одной из стран Латинской Америки используют бренд в политической агитационной кампании по продаже продукта, не согласуя это абсолютно с Unisky Stream Technologies, конечно же, будут судебные разбирательства, конечно же, никто не оставит это просто так. Дорогие друзья, немножко подумаю, все ли я сказал по экскурсии в Шаржу и я хотел бы буквально несколько слов сказать, что же поведал нам Анатолий Эдуардович на закрытом общении. И, кстати, я могу сказать, почему вы видите такие профессиональные фотографии, а не съемки, к примеру, с чувством моей экспозиции, потому что мы сдавали телефоны. И на самом деле многие делегации, которые приезжают именно от партнеров будут сдавать телефоны. Даже на встрече с Анатолием Эдуардовичем мы тоже сдавали телефоны, все гаджеты, потому что нужно выдавать тот контент, который будет способствовать укреплению репутации, но не вредить ей наоборот. И Анатолий Эдуардович отвечал на различные совершенно вопросы. Он также сказал, что программа линейных городов сейчас развивается. Я спрашивал, задавал вопросы по концепции, именно когда видел стенд крупной линейного города, как обстоит с этим дело, и есть ли интерес у Саудовской Аравии. Естественно, никто эту информацию разглашать точно не будет, но интерес, конечно же, имеется, рассматривает. И если говорить про крупнейшего именно хаба и агрегатора услуг грузовой логистики, это Деполт, то здесь, если говорить про грузовое перемещение, тоже есть интерес. И я могу сказать, что всему свое время. И что меня больше всего порадовало, Анатолий Эдуардович мог четко сказать, что нет, в этом году три проекта, извините, но не будут заключены ввиду таких-то таких-то вещей. Он не отказался от своих слов, повторюсь, это не мои слова, это слова генерального конструктора и создателя технологии. Поэтому, чтобы продвигать лучшим образом нашу инвестицию в технологию транспорта над землей, мы продолжаем формировать сообщество лучших внутри Skyworld комьюнити. Я напоминаю про бесплатные мастер-классы, которые пока что проходят бесплатно. И это именно для тех, кто желает попасть в высшую лигу. То есть мы вам предоставляем возможность не только вам, а вообще всем, кто пожелает, предприниматели, продавцы, да кто угодно. Приходите на мастер-классы и смотрите, решайте присоединяться в высшую лигу или нет. Высшие лиги интересные достаточно. Уже я видел материалы, различные чек-листы, как проводить беседу. Напишите кстати в чате в ютубе либо внутри Мирополиса кто был уже, кто находится внутри высшей лиги и какие материалы получили абсолютно бесплатно. В ближайшем мероприятии вы увидите точно не знаю 9 ноября это пройдет или нет, потому что сейчас также проходит мероприятие ораторского искусства для спикеров, чтобы не было никакого наслоения. Но в ноябре в первой декаде планируется мастер-класс предложение, от которого невозможно отказаться. Также сейчас мы ведем переговоры с одной из лучших специалистов по скриптам в России и СНГ и мы это все масштабируем, переведем на английский язык, на другие языки. Это что касается вообще переписки и продажи через письменный формат. Напоминаю, что ведет не кто-то иной, эксперт по формированию команды продажам. Наталья Иванова все эти мастер-классы, она сотрудничала, проводила стратегические сессии, обучала персонал в БКС, в Мерседес, в дочерних предприятиях крупнейших транспортных компаний. И пока что эти мастер-классы бесплатные. Ну и я говорил неоднократно, что участники высшей лиги получат доступ к прошлым мероприятиям, к следующим мероприятиям, уникальные бонусные материалы, о которых я говорил, различные чек-листы, различные действительно помощь по продажам, приоритетные условия в общении с топ- руководством SkyWorld Community, возможность участия, использования своих компетенций, профессионализма. И, конечно же, в числе первых они получат возможность закрытого тестирования платформы обучения. Все. Я могу сказать точно, что методолога, одну из лучших, одного из лучших, который будет формировать большой отдел методологии SkyWorld Community, это значит, что материалы по пониманию будут на высшем уровне, это значит, что наша платформа обучения адаптации станет уже при выходе даже на бета-тестирование в еще лучшем результате найден. И причем этот специалист также знает английский язык. Я действительно с гордостью это говорю, потому что отдел методологии формирует некоторые корпорации только там через 8-10 лет развития. Но для того, чтобы попасть в высшую лигу, нужно быть активным партнером, инвестором, написать хранителю чата Денису. Это не чата-структура, это общая система для попадания в высшую лигу. Денис производит верификацию, проверку, если у вас вообще нет инвестиций, если вы недавно зарегистрированы, то будут естественно вопросы, а вдруг это засланный человек, который например хочет что-то узнать, либо навредить, либо подстрекать. Вот как я вам сказал, тоже в логике, что мы получили. На данный момент мы не ищем уже международных партнеров на данный поток и прошло уже третье занятие будет, скоро будет аттестация и у нас появятся партнеры нашей платформы адаптации и обучения на английском, на испанском, я думаю, еще на нескольких языках это говорит к тому, что мы готовы к масштабированию в 2022 году для того, чтобы продвигать эту платформу, для того, чтобы формировать лучших специалистов по продажам, которые умеют образовывать команды, которые обладают навыками топ-менеджмента, организации всех бизнес-процессов в любой стране и на высших статусах они получат просто уникальные знания, в том числе по трансформации человека и я уж не говорю про школу таких вот жестких, серьезных переговоров с крупными инвесторами и даже некоторые сверхсекретные техники, которые я лично сейчас на себе испытываю и прохожу очень мощные курсы, из которых родились целые отрасли и коучинговых направлений и различных переговорческих целых корпораций, компаний. Мне здесь это помогло, потому что по именно технологии анализа глазного дна, как двигаются глаза, как идет жестикуляция, узнавая некоторые знания, я смог определить вообще вот буквально с первых минут, что хотят партнеры, с которыми меня связывали здесь, в Арабских Эмиратах, и вообще правду они говорят или неправду, и вообще они о что думают во время переговоров. Мне достаточно было знать, какую сторону они смотрят и определить их так называемую репрезентативную систему, то есть визуалы, аудиалы, либо кинестетики, либо диджиталы. Вот представьте подобные знания сейчас я получаю сам, я могу сказать approve, что это классные знания, они позволят просто вот на очень крупные суммы закрывать сделки, ну и те, кто может быть не заинтересован пока что по какой-то причине, даже после всех этих доказательств, что происходит и что мы увидели на технопарке Шаржи, вдруг не заинтересуются технологии Unisky Stream Technologies, будут приходить на продукт обучения и закрывать свои потребности, а я могу сказать, что мы посмотрим еще на самом деле это будет комбинированный пакет, либо это будут все-таки отдельные пакеты, потому что огромная сейчас популярность и желание как можно быстрее уже после высшей лиги попасть на платформу адаптации обучения, она будет постоянно обновляться, и даже тот, кто будет пытаться копировать контент, я вам могу сказать, цена контента 500 рублей, ну 600 рублей, 700, иногда тысяч, а цена книги, самое главное это эксперты, специалисты, это окружение, это человеческий фактор, это постоянное обновление самой платформы адаптации обучения, скопировать ее будет, поэтому невозможно, лучше просто приходить и использовать это для развития, привлечения инвестиций в Unisky Stream Technologies, я не буду в этом вебинаре останавливаться над тем, что является нашей историей, посмотрите действительно на этого истинно русского, мужественного профессионала Олега Зарецкого и давайте все просто пожелаем ему вот как вот у нас есть система ледокол, ледогенерации и многие нигерийцы, испаноговорящие благодарили за то, что я скоординировал и запустил такую систему, то ли еще будет в 2022 году, мы еще более мощные моменты популяризации вашего бренда для развития Unisky Stream Technologies в ваших странах придумали, но Олег Зарецкий действительно пробивает вообще сквозь скалы, он прокладывает туннели, он прокладывает сам опоры и летит в своем развитии над землей, проводя серьезнейшие переговоры, представляя Unisky Stream Technologies на серьезнейших делегациях. Это человек с большой буквы и это профессионал мирового масштаба, но что самое приятное, все идеологически замотивированы и все желают, чтобы этот транспорт просто состоялся, потому что иным образом невозможно работать в Unisky Stream Technologies, транспорт и это не просто так, потому что создается новая отрасль абсолютно с нуля и даже та картинка, которая здесь одна из самых моих любимых выступлений Анатолия Эдуардовича, я понял, что это пессимистичный прогноз, которого можно достичь. Но, конечно же, это не говорит о том, что нужно обещать, что там тысячи процентов и так далее. Нет, проект по-прежнему венчурный и есть огромный потенциал к росту, но каждый принимает сам использовать этот шанс или нет. Этот шанс действительно возможность, которая, скорее всего, бывает раз в сто лет. Ну и в завершении вебинара я хотел бы сказать, что, скорее всего, мы будем делать все для того, чтобы согласовать новые и новые возможности посещения как Шаржи, так и Марьины Горки, но будут посещать лучшие из лучших либо самые перспективные потенциальные партнеры. Благодарю вас за внимание. С вами Алексей Суходовев. Сегодня 27 октября. Для тех, кто будет вырезать вдруг информацию и сейчас я готов ответить на вопросы. Поставьте от 1 до 10, либо просто напишите, как вам сегодняшний вебинар. потому что не каждый мой вебинар таков, как сегодня. Коллеги, вопросы, 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 вопросы. Когда перейдем на 15 этап? Кстати, вот очень важный вопрос. У меня вообще не про 15 этап был вопрос. У меня был вопрос, когда закроем финансирование? Здесь я буду крайне осторожен, потому что тролли любят все вырезать и коверкать. Дорогие друзья, дело обстоит даже не в той сумме, которую необходимо сейчас привлечь, и она не такая большая, я бы сказал. Дело обстоит именно в сложении факторов обстоятельств и событий. Как только будут подписаны первые проекты, я здесь процитирую даже одного из топ-менеджеров U-Transport, как только будет подписан первый адресный проект, выстроится очередь. Это не мои слова, это слова работника внутри. И, конечно же, инвестиции тоже будут закрыты очень быстро. И не так долго осталось до подписания на самом деле. Поэтому дело даже не в сумме. И дело не в этапах, подэтапах. Мы сейчас с вами находимся совершенно на другом рубеже. Представьте, забирает, у меня лично забрали телефон, я не мог снимать, но огромная благодарность с Анатолиу Эдуардовичу и вообще тем, кто это придумал, у нас как цифровой детокс был, знаете. То есть рука тянулась в карман, снять, нет. Мы просто впитывали информацию, мы фотографировали глазами и понимали, что это действительно история, и мы к ней причастны. Поэтому я бы ввел в практику на самом деле вообще изымать телефоны. Коллеги, еще вопросы? Я не буду вам говорить о тех направлениях, которые потенциально могут быть запущены, но уже с Анатолием Эдуардовичем на закрытом ужине были рождены просто бомбические потенциальные направления. С чем они связаны? Не скажу, так как сразу догадаетесь, но интерес будет потенциально огромный, и все это будет развиваться в рамках Skyworld комьюнити, и будет все с просчитанной финн-моделью. Я думаю, в следующем году, а может быть даже до конца этого года будет дана информация. Если говорить также про STO, то есть security токен направление, то тоже Анатолий Эдуардович сказал, что работа поэтому ведется, и как он любит приводить аналогии, вот у компании, которые запускают обычно это направление, у них один-два квадратика, у нас нужно пройти 50 квадратиков и по репутации, по юридической схеме, и вот из 50 квадратиков 49 уже где-то пройдено. Так вот просто скажу как есть. Еще вопросы коллеги? Вопросы, вопросы, вопросы. Так, на вопросы отвечать будете? Продублируйте, пожалуйста, дорогие друзья, чтобы мне не листать чат или это с прошлого вебинара? Когда токены? ответил, но по токенам естественно это к администрации и именно тем людям, которые имеют отношение на ресурсах по токенам. По инфе не очень, но эмоционально понравилось. Иван, напишите, пожалуйста, что по инфе не очень было. Когда в ЛК кнопка продать свои доли акции? Вот я хотел бы задать вопрос и одновременно вопрос тоже. Ну, в теории, например, если бы возникла такая возможность, организовался бы некий такой вторичный рынок, конечно же, это юридически нужно прорабатывать и возникла бы возможность нажать кнопку продать, а там уже рынок бы решал сколько стоило бы доли. то есть это до того, как компания вышла бы на публичный рынок. Вот просто мне интересно, тот, кто находится сейчас в аудитории в YouTube, напишите, один продал бы, два держал бы, три купил бы сам. Я могу сказать, мой ответ мой ответ 2, три. С учетом того, что я видел в других венчурных компаниях, однозначно продавать на ранней стадии очень глупо, но я могу сказать, что компания обязательно будет совершать обратные выкупы, новые, как только пройдет крупные оплаты за адресный проект, но в рамках того бюджета, который можно расходовать и который не повлияет на развитие компании. Так, я посмотрю еще в YouTube. Ждать логистики Skyway в Екатеринбурге реально? На самом деле, ну, что касается России, сейчас идет обсуждение, но прямо вот в ближайшее время по сравнению с Арабскими Эмиратами и другими иностранными государствами вряд ли. Так, кто-то тут отмечал, как я двигаю рукой. Кстати, как двигайте рукой, тоже это можно будет по определенным технологиям, которые сейчас изучаю, будут изучать наши партнеры на высших статусах, можно будет понять многое человеке и о том, что он говорит. Коллеги, есть еще вопросы в YouTube? Пожалуйста, перезадайте. давайте тогда 5 секунд еще подождем, если вопросов нет, то завершаем. как я понимаю, вопросов больше нет, но обязательно на все остальные вопросы я отвечу на следующем вебинаре, который состоится по плану, вы видите, что независимо от того, где я нахожусь, сегодня, кстати, еще два запасных интернета было, если бы связь стала бы хуже, то есть через две недели 10 числа будет мой следующий вебинар, если что-то изменится, будет предупреждено заранее, мы создаем будущее и финансируем его в SkyWorld Community с вами Алексей Суходаев. Пожалуйста, думайте о том, что вы говорите и помните, что любое слово в публичном пространстве об SkyWorld Community либо об Unisky Stream Technologies может навредить либо укрепить репутацию не только самой компании, но и вас самих. Счастливо!